всем привет привет подписчикам привет просто случайным зрителям в этом видео будет такая работка не вот такая вот такая это заводская крыша карбоновая бмв м8 проблема этой крыши в том что мне что-то приземлилась что-то приземлилась раздавила лабаж поломала полку стекла немного но поломала и самая основная боль в том что поломанный карбон и задача состоит в том чтобы восстановить вот это повреждение и восстановить крышу чтобы она была карбоновой это именно карбон то есть это не какая-то пленка не какое-то покрытие и поломала аж вот сюда крышу раздавила в разные стороны как планируется делаться ремонт полку выровняем но это самые мелкие задач под стекло чтобы по форме полностью соответствовало размечаем как стоят вот эти вот направляющие молдинга вымеряем их отрываем потому что они двухсторонним скотча сидят то есть снимаем их убираем это надолго ремонт тут не за три дня далее нужно удалить заднее стекло так чтобы резинки остались целыми это тоже интересная проблемка не факт что я буду вырезать и скорее всего поищу компанию которая занимается сугубо резкой стекол чтобы они приехали с инверторным который прогревает короче клей сам отклеиваться потому что тут резинка очень плотно если резать страной так 50 на 50 можно повредить резинку этого не хочется стекло долго ждать стекло стоит немалых денег поэтому как бы перестрахуемся лучше пусть это сделает компания которая занимается а мы чем будем заниматься тут поправляем форму выдавливаем изнутри куда можем залезть вот тут повреждение видно где она проходит то есть активно будем прогревать выдавливать карбоном будет ломаться ничего страшного возможно что разрезаем верхнюю часть которая то порчится будет вот она разрезаем ее заново проклеиваем смолой чтобы склеить волокна которые разорвутся выводим форму шпатлевкой грунтуем типа готовим под покрас и потом укладываем сюда единый холст карбоновой ткани такого же плетения и производим ламинацию 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 перетирка лакировка перетирка лакировка и на выходе мы должны получить идентичное покрытие конечно это будет работка такая сложно интересная особенно тут на уголках чтобы это все красиво выстелить выложить вырезать и получить такой же результат будем смотреть как у нас будет получаться и так чутка геометром поправили стекло лежит ровненько теперь расколупаем вот это будем проклеивать но прежде нужно по залазить вовнутрь хорошо прогреть разламывать карбон чтобы по форме он стал плюс-минус адекватно я разметил оси каждого из креплений сейчас будем их отрывать и не просто смещением так хорошо выдираются уже как-то отрывал на на избывай ушуршала ну короче таким способом и ждем ждем ребят которые приедут стекло вырезать мне это стекло сам не вырежу уж слишком тут все плотненько посмотрим если они разрешат я поснимаю покажу как они срезают может кому-то будет полезно о огонь вот так подержи выдавил и подержи слышишь ты вообще его форму поставил брось обратно выдавливать с перегрузом типа прямо аж чтобы хрустела да и в несколько ну типа пока чай аккуратно пальцы постарайся ближе ути к лабашу глубже типа давишь четко то еще глубже уходим старайся упереться впритык вот ого хорошо идет а еще лучше можно за такой вот чётенько чётенько хорошо брось хоть заразит она полностью обратно давай сейчас выключим фен и попробуем на ну типа на на остывающую потому что я не скажу что она супер горячая но градусов 70 покачай ну как бы и да и нет не туда надо чуть-чуть отсюда жало сместить еще вот так попробуй не хорошо ты сейчас мне чуть обратно типа обратно и к стеклу если можешь ну ты знаешь в общем приподняли немного чуть-чуть сантиметр вот сюда надо на меня так и что мы тут имеем а имеем мы тут примерно следующее весь шелушащийся карбон у нас почищен сейчас обезжириваем смотрим интересно как-то себя проявляет нижний под карбоном какой-то слой он становится белым мутным но он уже не шелушится никуда то есть ничего не отрывается все расчищено и сейчас мы будем делать следующую процедуру все обезжириваем высушиваем чтобы обезжирка испарилась из слоев карбона потому что она туда хорошо впитывается воздухом особо бесполезно это нужно нагревать феном то есть подымать температурно и будем склеивать волокна между собой те которые расслоились полиэфиркой потому что есть расслоенные но вроде которые держатся друг другу приступаем заливать полиэфиркой заливаем все что открытый карбон ну как заливаем пропитываем отлично а все и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все. Теперь оставляем сохнуть часа через 4. Перетирка и обычное шпатлевание шпатлевки со стекловолокном. Ну что ж, продолжим работать с крышей. Какие операции были сделаны, значит, С. Все повреждение склеивалось, перетиралось и вышпатлевывалось. Терло все. Восьмидесяткой на машинке и восьмидесяткой наносилась ручная прямая риска. Это для лучшей сцепления смолы с основанием. Обезжиривалось все после того, как затерто. Только спиртовой обезжиркой. Никаких растворителей, никаких сольвентных, обычных стандартных обезжирок применять нельзя, чтобы риска не подплавлялась внутри от этого. И сейчас будем наносить смолу. Смола лорит. Сейчас покажу, как она выглядит. Я в этом не силен, но по заявлению тех, кто именно работает, то для этого случая лучше взять смолу. Кантики выведены, выточены. В помещении сейчас будет поддерживаться температура 28-29 градусов. Камера работает в режиме сушки, но на малой подаче температуры. Карбон и смола прогретые. Чтобы в этой же температуре находились. И пойдем сейчас размешивать смолу. Вот в таком виде мне прислали смолу. 2 литра такой. И я так понимаю, литр или по весу, как они там правильно делают, такой. LR285 и H286. Указали, что все обязательно нагреть. Я их нагрел на батарее. По весу буду размешивать на 100 грамм вот этого, 40 грамм вот этого. Либо же сказали, по объему, получается, 2 к 1 на 150 идет. Вперед, хорошо перемешано, хорошо прогрето. Честно говоря, не знаю даже, сколько смолы смешивать себе. Ну, грамм хотя бы 400, наверное, сделаем. Четенько 400. Прям как в аптеке. И теперь до объема, точнее до 600, наливаем вот это вот. А, стоп, 40. За малым не тупанул. 160. Это 560 должен быть. Сейчас бы налил больше. Есть. Хорошо это дело сейчас все перемешаем. Блядь. Очень тщательно вымешиваем. По времени работы с этой смолой есть очень много свободного, скажем так, неторопливого обращения. Красивый цвет такой. Наносится кистью. Чтобы вмазать во все закоулки. Так. Пошел в магазин, купил самую, блин, дорогую кисть, которая есть. И все равно с нее что-то что-то да сейчас повыдираем. Узких хороших не было. Попробуем широкой сделать. Думал наносить из пистолета смолу. Но меня отговорили от этой идеи, потому что кистью я четенько прямо в каждую-каждую полосочку смогу вкатать. А со смолой не дай бог где-то пузырек. Короче, меня отговорили просто. Потому что ребята таким не рекомендуют заниматься. Сказали, наноси кистью, времени у тебя есть минут сорок, чтобы это раскатать все. Можешь вообще никуда не спешить. Кармашки сделал таким образом, чтобы у меня было возможности. Сюда подготовил специальные такие прижимные. Короче, нашел то, что сюда подошло по форме, чтобы одеть. и оно прижало вот тут загиб карбона, чтобы он приклеился хорошо. Давайте будем пробовать. Я такие объемы еще не делал. Самое большое, что я делал, это были пороги. Что-то я чувствую, что много я смолы развел. очень много. Потому что ее надо, я так смотрю, мало. Так, волосочки. Не прилипаем. Все, что будет прилипшим под карбоном, это потом будет видно как шишку. Меня об этом предупредили сразу. поэтому все волоски надо будет подоставать. Еще раз повторюсь, может кто-то пропустил. Наносим все на 80-ю прямую риску. вверх. Еще раз. Еще раз. так смотрим много каких-то как пузырьков с воздухом прям очень много но я так понимаю они выйдут и теперь ждем через час зайду пощупаю она должна быть вообще сырая еще и через два часа по планам нужно стелить карбон здесь вот так смотрится она залитое пока что я вообще не знаю так она должна быть не так она должна быть таких объемов не делал и смолы у меня осталось дохренища то есть это понятно что все выкинется потому что сегодня больше смолой ничего не будет пропитываться так пока что и оставляем так я реально себе плохо представляю вообще что мы сейчас будем делать сейчас мы будем расстилать лист карбона на карбоне не должно быть ничего на газу держите за два угла за края за края я разматываю и не тянуй заносите давайте внешний цвет давай 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 как выше рови стоп давайте так теперь нужно бросать отпусти именно отпусти и станьте как-то так чтобы нам ее уложить типа растяните растяните вот стоп вот там где Серега не опускают там где Серега руками потянул видно так я их сейчас натяните ну держите смело прям не парьтесь сейчас мы ее растянем и теперь выставляем чтоб хватило нам не хватает вам хватает да так брось Санек подними выше 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 брось вообще потому что опускайте как-то я даже не знаю как надо кузов край забери на себя надо опускать центр вот так как мы есть он касается край еще на себя забери забери и потихонечку опускайте только с центра тут край надо видишь расправить вот там где Саня держал бля бля еще хуже а он на калю будет опускайте 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 вам хватает на углу чтоб закрылась да так опускайте а в берегу там прямо опускай 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 криво положили видишь все эти диагональки некрасиво да перчаточка так стоп не давай давай опускаем обратно уже серого положили положили все кладите и я сейчас его выглажу через перчаточку не не сказали голыми руками никаких перчаточек потому что перчаточка может ну ты руками почувствуешь если смола где-то выступила тебя на пальце ну короче сказал голыми руками почему я сейчас это делал каждый день да тут надо просто эти пару обезьян все равно не вынимают шеи он диагонально направленный он не ровный он не квадрат ну ладно идем ну диагональное направление все равно больше 0 0 00 00 00 00 Да, такой холст положить, чтобы он не растянулся нигде. А тут где-то уголки, чуть-чуть видно изменения по нитке. Надо сейчас растягивать. Чувствую смолу, значит иду мыть руки. Спасибо. Оставляем так. По нитям, ну вроде бы как, плюс-минус нормально. Я не ожидал, что у него будет такой огромный прям провис. Честно, я думал он как-то, ну не так. Я реально такую деталь никогда карбонами накрывал. У меня были там, ну порог сколько там, 30 сантиметров куски и однонаправленные. Это диагонально сплетенные, а то вообще однонаправленный прошитый карбон. Ну плюс-минус где-то так. Так, карбон разложили, расстелили. Самое по факту сложное из того, что было, это ровно его подвыставить. Теперь, по совету знатоков, опять же, спасибо Андрею за подсказки, за помощь. Я нанес на пластину параллельно и налил ради интереса, как она там себя поведет, смолу. И ходил, щупал, вот видно сколько раз приходил и щупал эту смолу. До того состояния, пока она не перестанет за собой оставлять на пальце след. Нет, причем грань между, вот оставляет, оставляет след и сразу не оставляет, она буквально минут, ну может быть 10. То есть я все проверил, что все красиво прилегает. И сейчас будем подворачивать вот эти вот края. То есть меня очень сильно интересуют те края, которые к стеклу именно прилегают, потому что их видно. У стекла, у переднего нет резинки. То есть она тут не предназначена. У заднего есть, и там она закрывает почти до верха, а у переднего нет. На боковины, как таковые, ну попробую сейчас как будет подклеиваться. Взял с собой ножнички, чтобы подрезать. А сюда я приготовил вот эти вот штуки. Это обрамление стекла заводского транспортировочная хреновина такая. И я их подготовил, они у меня сейчас зажмут карбон. Сейчас мы его проштампуем пальчиком аккуратно. Вроде бы пока что. Вроде как все даже получается. Не знаю, насколько оно правильно, потому что опять же, ну такие размеры я не делал элементов. Честно говоря, немного есть какое-то легкое волнение и переживание, конечно же. Потому что цена карбона нифига не дешевая. И шансов на переделку у меня, грубо говоря, нет. Но уж очень мне интересна эта работа была. Я за нее и за этого и взялся. Просто интересно мне. То есть я вжимаю в самый-самый туда прямо во внутренний угол, чтобы не было прослоечки неприклеенной. Приклеенный. Есть. Теперь берем... Не помню, какой я мерил. Такой наперед, какой назад. Ага, этот назад. И вот в ту пустоту сейчас будем его вгонять. Так, отклеиваем, где он тут поприхватывался у нас к смоле. В принципе, его можно как бы и отрезать, наверное. Давайте я сейчас попробую отрезать. Карбон очень плохо режется, поэтому я не знаю еще каким путем. Сейчас отрежу, скажу, как отрезал. Он мне все равно уже не нужен. Короче, попробовал лезвием. Очень неудобно. Потом маленькими ножничками, можно сказать, маникюрными. Да, опрессовал его. Все, еще раз прохожу, прожимаю, продавливаю. Проклеиваю. Прям чувствуется, как смола тут, где ее много внутри. Как она живая, прям продавливается. И чуть-чуть выступает мне на палец. Это прям ощутимо. Камера продолжает работать беспрерывно. Я в рабочем диапазоне от 28 до 30. Постоянно контролирую. Камера работает уже четвертый час. То есть камера 4 часа уже молотит. Она прогревала машину. Потом смола сохла. Теперь беспрерывно я буду, грубо говоря, ну, сказано как, в течение суток температура должна быть примерно стабильная. Ну, для меня это означает, что камера будет продолжать молотить беспрерывно. Главное следить, чтобы соляра не кончилась. И в аварию не стала пушка. Потому что всякое бывает. Иногда там какой-то глюк. И пушка становится в аварию. То есть она не запускает подачу соляры. Вроде бы угол приклеивается прям ощутимо хорошо. Я его прям чувствую, как он туда вдавливается. Мне это прям нравится. Я все-таки, наверное, сейчас посоветуюсь еще, позвоню Андрею. Постараюсь подвернуть и вот этот вот краешек. То есть вовнутрь туда. Но опять же, сначала надо посоветоваться. Потому что меня предупреждали, что вот этот край заворачивать нельзя. Навстречу, в углу будет отслоение типа. Самостоятельно сразу скажу, я не готов взять на себя риск ответственности за это действие. Поэтому вот так. Так. Проверяем. Везде. Еще раз. Тут. Тут проверил. И одеваем теперь вот такую вот колбасу на наш кантик. Чтобы он ее придерживал. Придерживал в прижатом положении. Чтобы она не свободная была. Это обрамление как на капотах используют. В этом обрамлении пришло лобовое стекло заводское. Вот этими ножичками я резал карбон. Главное, чтобы были очень острые. есть. Есть. То есть карбон самостоятельно у нас уже не сможет типа отклеиваться. Так, что-то мне вот тут не нравится краешек. снимаем и подтягиваем. Везде все нормально. А тут я что-то походу сильно затолкнул. Он его вздыбил прямо. и натягиваем карбоном. Вот так. Есть. То же самое с задом делаем. В общем, поподжимал я сколько у меня было прищепок там, где чуть-чуть почему-то топорщилось. Ну, сам этот пенопласт топорщился. И все-таки я решил прилеплю пока что. Потому что если вдруг оно будет держаться хорошо. Но Андрей меня предупредил сразу, что не исключено, что тут будет отрывать. Если будет отрывать, то я буду делать как первоначальный план отрезать, точнее сошлифовывать вдоль края и здесь торец красить черным. Ну так, прошло еще пять часов после того, как я все приклеил. я подрезал, тут ходил, толкал. То есть я считаю от приклеивания пять часов. Температура в камере была 30. Сейчас по рекомендации пообщался. Поднял до 32 в камере. Смешал смолу, подготовил фен и будем наносить сейчас первый слой именно на сам карбон уже. То есть уже пропитывать не жалея, так сказать. И я буду оставаться тут, пока не наложу слоя три, в общем. То есть теоретически это я тут до глубокой ночи. ох, как он красиво становится сразу. Такой техпроцесс интересный. То есть если уже начал, то восстанавливаться нельзя. Так, ну волосинки это мы все продолжаем в процессе вынимать. Как сказал Андрей, смолу сейчас не жалей. Именно лей, лей, лей. Потому что карбон сейчас будет себя много забирать. Я так понял. мне жалеть как бы нечего. А фен для того, чтобы прогревать и пузырьки воздуха выходили из слоев карбона. Короче, я советую стучать с двумя людьми. Андрей это тот, кто работает постоянно с карбоном. И Роман тот, у которого я покупал все компоненты. То есть у меня с двух источников идет информация. Развел сейчас 150 грамм смолы. именно компонента А. И 60 грамм компонента Б. Посмотрим, насколько хватит. Лучше пойду разведу, потому что так как я на первую пропитку крыши вгухал в никуда, она у меня в стакане вскипела и засохла потом через 15 минут. Очень глупо потратил смолу в никуда. Главное все соринки ворсинки доставать сразу. Но потом где-то если пропущу будет обидно, когда она к крыше приклеится и уже с ней ничего не сделаешь. Так, Андрей, ну края пока что держатся. Я сейчас на этом проходе в них вливать не буду сильно. вливать Так, не хватило На пол крыши Значит сейчас разведу Наверное 200 Карбон прямо тянет в себя Видно Как оно все это происходит Отойди отсюда Так, идем домешивать Итак, напитать-то мы напитали Теперь нужно повыгонять В воздух То есть смола разогревается Вон видно поры начинают открываться Куда она затекает Смола разогревается и уходит Вглубь между порами ниже Втекает Она хоть и теплая смола И в помещении 32 градуса Но все равно Под нагревом Происходят Некоторые Процессы с ней И они разжижаются Она Там прям видно Прям Вся в прыщах Это сейчас позатягивается Сразу пинцетом Крупные две сарины лежат Ворсинки какие-то С этой С кисточки Да, внешний вид пока что Не фонтан Но Будем им заниматься Напитать примерно нужно Ну как минимум Я думаю Три слоя Чтобы была толщина Что шлифовать Потому что Это дело Все нужно Подшлифовать И потом Аж заниматься Грунтованием И лакировкой Как-то так Так Делаем второй заход Развел сейчас На 250 грамм Компонента А Ждем пока На отлип Уже ничего не будет За пальцем тянуться И намазываем Ждал я при температуре 32 градуса Ровно полтора часа Я думал Будет быстрее Честно говоря Ну как есть По идее Второй слой Будет быстрее Просыхать Потому что Он уже не такой толстый И мне надо Сегодня Нанести Этот Еще хотя бы Один Чтобы Толщина Набралась Которую Можно будет Шлифануть Уже легче Размазывается Потому что Карбон В принципе Волокно Заполненное Уже у карбона Уже более смело Вожу Повыгонял я Все пузыри С воздухом Из Слоя Ну как Прикольно Шарики Прямо Скользят Видите Как катит Будем надеяться Что у нас Все Получится С первого Раза Потому что Переделка Тут Дорогого Стоит 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 Чу-чу-чу-чу Да, внешний вид, конечно, сейчас непрезентабельный, прям вообще. Но тут надо понимать, что еще работать и работать, это только начало, это даже не середина рабочего процесса, это самое, что ни на есть, начало. Есть. Сразу достаем все эти волосы от супер кистей, проверяем, чтобы в торец по максимуму залитый. Ну что, Андрей, вроде, знаешь как, все держится, чтобы не сглазить, но пока все держится. Итак, второй слой разносится быстрее, легче, проще, так, волосинку надо достать и уходит меньше. У меня расход получился 250 грамм готовой смолы. Итак, двое суток прошло после нанесения смолы, вроде как все высохло даже. И сейчас будем в две руки шпарить, это 180-ка, кубитрончик, одетый у нас. Посмотрим, с пылеотводом, без пылеотвода. Короче, нам нужно проверить плоскость, то есть как она тут, потому что кое-где смола, вон видно как натикало, есть какие-то типа наплывчики, нарывчики. Это все надо дело выправить, вычистить, подготовить под нанесение биндера в виде грунта, нанести этот биндер, загрунтовать, потом его подчухать скотчбрайт и наносить уже лак. Но сначала выравнивание. Чухается, в принципе, неплохо. Как ни странно, даже не забивает, я думаю, будет забивать сильнее. Тут основная задача, сильно не пробиться на углах, чтобы не было дырдочек. Подровнять тут нужно еще потом 240, 320 и 400. Ну, как обычный, типа грунт готовим к покраске. Типа. Крышу все перебили 180-ками. Сейчас еще раз просушиваем, потому что по ощущениям слой, когда пробивается, начинает кататься. То есть, как будто сырое. Ну, чухалось, в принципе, неплохо. Теперь нужно перебить все еще. 240 вручную, потом на машинке 240, 320 и 400. С торцами аккуратненько тут работали, чтобы внешку хоть не пробить. Но на внутрянке кое-где видно, вот это вот светятся волокна. Вроде по старым работам, которые уже делались, эти волокна, когда переливаются лаком, они становятся одинаково напитанными с теми, которые в смоле. Их не видно. Вот такая вот работеночка. 180 брусок, 240 брусок, машинка 220, 320, 400. Красным скотчбрайтом все канавочки. Обезжирена, последняя обезжирка была по риске, только водно-спиртовая. И все заклеено. Сейчас сделаю тест. Здесь будет тест в дальнейшем на адгезию на смолу. Это выкраска со смолой. И просто пшикну на карбон, посмотреть мне нужно понимать, есть у этого биндера какой-то мутность или нет. Биндер уже готов. Сейчас обдуваюсь еще раз. Наносить его будем в один тонкий слой. Только глянем, насколько тонкий. Я еще не знаю этого. Дюза 1,4. Вроде бы как он прозрачный. Ну да, разницы в цвете я не вижу никакой. Поехали. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для нас этот материал новый... В малярке он в принципе не применяется... Но эта смола, биндер этот... Имеет... Очень хорошую адгезию... К эпоксидным полиэфирным смолам... К открытым волокнам карбона... Стекловолокна... Ну это как я понял с технички... Поэтому мы его тут и применяем... И он в принципе полностью прозрачен... Это то что нам нужно... Все... Сохнет... И лачим... Так... Вчера на вечер... Я сделал... Еще доделал... Точнее для себя... Толщину... Померяем... Какая толщина... С одного слойчика... Теперь... Чистым серым скотчбрайтом... Даем легкую риску... Это для... Отъезда лака... Протрем все липкой салфеткой... По карбону... Вчера просмотрел... Все точно прозрачное... То есть... Мутного цвета никакого не дает... Пленка... После того как высыхает... Имеется... Потому что карбон стал плотным... Как газетка... Это собственно пока что то что нам и нужно... Никаких мутностей нету... Поэтому так же... Матируем слегка... И приступаем к лакировке... Лакировать будем... Вот видно поры... Это поры там где смолы было много... Она в потеке тут немного была... Поры буду заливать... Лаком уже... Матируем... Обдуем все... Липкой салфеткой оботрем... И больше ничего не делаем... Больше ничего как бы тут... Не нужно... Посмотрим... Первый слой втек в эти... Которые были как кратера... Это хорошо... Но это первый тонкий... Сейчас делаем залив... Есть... Теперь включаем сушку... Принудительно сушим... Час... Не расклеивая... Ничего не делая... Я наливаю еще... Два таких же слоя... Высыхает... Видно... Как просады... Мелкие... Не знаю в камеру видно или нет... Но как прям по волокнам... Идет... Наливаем еще... Нам нужна толщина... Чтобы повыпиливать... Вот эти блики... Все... Некрасивые... Мусор крупный... Тут сейчас фигня вообще... Нас мало интересующая... Да... Видно усадка... Просушено... Час... При 50 градусах... Есть такое дело... 15 минут межслойка... И... Полнючий слой наливаю... Финальный слой... На сегодня... Наносим его... Сушка принудительная... Сутки сушки... Естественной... И... Перетираем... Смотрим что у нас получается... Что у нас получится... Смотрим... Смотрим... Так вот... Наймужча... Пока что все. Пока что все. Сейчас именно результат хороший. Но посмотрим, каким он будет через сутки. В общем, в принципе, неплохо. Есть блики кое-какие. Они не критичные. Мы их все повычухиваем. Так, ночь. Сушки просто в камере он отстоял. Лампа 10 минут отработала. При 60. О! О! Я начал видеть усадку. Вот тут усадки нету, если в лампу смотреть. Он ровненько, ну что греет. Переливы. А вот тут сейчас смотрим в лампу. Надеюсь, что вам видно. Четко пошла клетка. Это то, что мне нужно. То есть нужно его прогреть, просадить, чтобы он максимально упал. Потому что летом, вот все карбоновые крыши, если на них смотреть, летом они все выглядят вот так. Ну, заводские крыши. Они все выглядят вот такие полуматовые. Потому что усадка, карбон себя хорошо все засосал, затянул. И видно вот эту клетку. Вот я хочу сделать так, чтобы этой клетки не было. Понятно, что это все можно убрать полировками. Ну, хочется, чтобы клиент летом ездил вот такой, а не вот такой. Поэтому сушим. Я так понимаю, я сегодня целый день буду сушить и под вечер только перетру. Вряд ли успею залачить. Ну, время. Очень много времени отнимает эта работа. Ну так, продолжаем. Сушка. Два круга по 10 минут на каждую точку было при 60 градусах. 320 кубитрон на абразивчик. На брусочек, господи, абразивчик и вперед. Почему 320? Потому что мне здесь нужно сравнять крупные косяки пока что. Это первая лакировка, на которой мы будем убирать вот эти вот дефекты в виде ям, бугорков каких-то. Я здесь по торсу он соплю пускал, заливал микроточки на смоле лаком именно. То есть вот это все нужно получухивать. И получухиваем, оно высохнет еще раз хорошо. Просушим. Ну, как лак забивается. И будем опять под лакировку готовить. Я думаю, этот процесс у меня полчасика займет и крыша будет готова. Прикольно. Я никогда такой полусвежий лак не чухал крупным наждаком. Вообще никогда. А он такой гад, забевучий. Возможно, надо просто пылеотвод одеть. Ну, сейчас попробую. Ух. Да, надо пылеотвод. Так, наждаком на бруске почти все прошли. Теперь 320 забираем резак. 320, вся площадка готова. Теперь 400 на мягкой 5-мм проставке. Просто вымотовываем остатки, которые вот тут глянчик, там глянчик чуть. Берем 600-ку Super Selex и вот эти все торцы, конты вымотовываем. Остальное уже скотч брает, а внутри доработаем. Тут главное лицевые части, не сильно крупным наждаком. Ну что, мы продолжаем мучиться. Мучения продолжаются. Работа с крышей, капец, какая интересная получается. В принципе, делаем все то же самое по второму кругу. Саша, я вам видео. Продолжение следует... Итак, по крыше всё готово. То, что я показывал, где доделывали, дотёр ещё раз по плоскости крыши. 320 пробежался, а на бруске перебился машинками, отлачил. Пробежался сейчас, пильнул цариночки, которые намечены у меня были, и катаю лампу, сушу. Потому что стояла в холодной камере крыша целый день, у меня не было, и, грубо говоря, не высохло. По разметке сейчас укладываю на места вот эти вот направляющие молдингов. Молдинги померил. По молдингам всё хорошо, всё становится. Приклеиваем эти, приклеиваем на двухстороночку. И можно сказать, что мы готовы к отдаче автомобиля. Работа интересная. По работе много своих приколов было. Не скажу, что они суперсложные. Они просто интересны тем, что я с ними никогда не сталкивался, с этими приколясами. Сказать, возьмусь за такую крышу ещё раз или нет. Да, возьмусь. Но теперь я понимаю, сколько это будет стоить. Таких работ я раньше не делал. Поэтому я оценивал работу для человека, сугубо исходя из расходников, которые я потрачу. Понятно, что с небольшим запасом. То есть я в минус не ушёл с этой крыши. Но опыт получил. Теперь знаю, что к чему. По лакировке. В общем, этапов было. Первый заход – это полтора слоя час сушки и ещё полтора жирных слоя. Сушка, лампу хорошо катал. Перетирка. Опять полтора слоя час сушки при 60. Полтора слоя сушка с лампой. Опять перетирка. И просто полтора слоя сушка, лампой катаем, подсушиваем и полируем. Вот такой вот процесс получается по высыханию у нас у крыши. В общей сложности на ней 5 полных слоёв лака. Как положено. С двойной перетирочкой. Как-то так. В общей сложности. Время не потрачено. То есть всего времени у меня автомобиль простоял 3 недели. Реально я понимаю, что следующую, допустим, такую работу я спокойненько, без напрягов сделаю за 2 недели. Очень много по времени происходит межслойных сушек, промежуточных этих всех высыханий между перетирками. Одно только нанесение смолы уходит на 2 дня, растягивается, чтобы нанести, нарастить все эти коржи. Интересный процесс. Понравилось. Люблю всякие геморройчики, сложные в работе ситуации. И вот это такой яркий пример этого геморройчика. Мне нравится, что получилось. Не знаю, смогу я эту машину увидеть или нет после того, как она будет вся собрана и кем-то открашена. Но если у меня получится, обязательно выставлю результат в Инстаграме. То, что мы видим здесь. Здесь вставлю в конце картинку, как я полирую и накинем стекла. Но уже без комментариев. Так что, наверное, заканчиваем. Спасибо огромное Андрею за помощь технической информации. Спасибо огромное Александру за помощь технической информации по работе именно лакокрасочными продуктами с карбоном. Он мне помог выбрать адгезионные грунты к этому всему делу. Всю техническую информацию тех процесса и продуктами, которыми я пользовался, я выставлю отдельно в посте в Инстаграме. Поэтому, кому интересно, переходите по ссылке в Инстаграм. Там будет пост с описанием полностью этой работы. Всем спасибо за внимание. Все вопросы в комментариях. Я желаю всем удачи. Пока.